Друзья, мир всем! Сегодня бы хотел осветить один очень интересный вопрос, который связан с последней тенденцией переезда из города в деревню. Я смотрю, то ли это движение набирает обороты такие серьезные, люди мне уже звонят, что-то спрашивают. И сегодня я хотел бы поговорить о том, где лучше построить дом. На старом участке или на новом? Вот этот процесс переезда, наверное, все знают, да, какие сейчас меры принимаются и все такое, то есть это связано именно с этим. И я вот ездил в Барнаул в город, хотел в магазине строительном купить там, ну, что-то себе, и уже не смог зайти даже, у меня нету этого QR-Code, и все, меня не пустили. То есть вот Леруа Мерлен, большой магазин. Посмотрим сейчас. Итак, я сижу на большой куче досок. Это все доски, ну, стройматериалы от старых построек, от сараек. Значит, я купил этот участок, он уже был, ну, так скажем, бэушный, так скажем, с пробегом, как вот покупают машины с пробегом. Я купил этот участок, на котором стоял дом. Дому где-то лет 20, наверное, было. Мы этот дом разобрали, и очень хороший остался. Дом был из бруса, брус. Ну, часть сложили его, часть я использовал там для сарайки, еще куда-то. Вот, поэтому, если вы берете участок бэушный, то есть уже бывшего употребления, где уже есть что-то там. Вот, ну, например, вот эти сарайки, они были старые, гнилые, мне пришлось их разобрать. Разбирал не я тут, были помощники без меня тут. Накидали такую кучу огромную этих досок. Вроде, с одной стороны, дополнительная работа, когда ты берешь участок уже бывшего употребления, тебе нужно что-то разбирать, ломать, убирать. Потому что у тебя свои планы, свои, как бы, ну, представления. Вот, но у меня вот эта куча, она тоже меня уже, как бы, это, немножко подутомила. Я не спешу ее там, ну, специально тратить время на нее, там, всю ее, значит, перепилить, убрать. Я постепенно беру ее, пилю, и, как бы, вот они мои дрова. У меня тут дров еще, по идее, еще не на одну зиму хватит. Это помимо того, что я, например, там, ну-ка, где-то сушняк еще собираю. Вот, поэтому это плюс. Но, с другой стороны, минус, если ты берешь вот этот участок, уже бывший в употреблении, так скажем, с застройками, у тебя дополнительная работа появляется. Тебе нужно что-то делать, сначала сломать, там, ну, и так далее, разровнять где-то там, вот. Это минус, потому что, ну, на это уходят силы, время и так далее. Плюс, это то, что у тебя появляются, вот, там, доски дополнительные, что-то еще у тебя появляется. Я тут старые двери выкидывал, ломал, там, какие-то ручки от дверей тоже, вот, ну, для сарайки, например. Ну, какие-то мелочи такие, вот, они, они тоже есть. Там, дом разобрали, брус, шифер сняли, тоже шифер у меня, вот он. Я уж не помню, куда, ну, куда-то он у меня ушел, практически весь, даже кому-то, по-моему, еще осталось. Вот. И как это все, ну, в сравнении с пустым участком? Это вот как раз из тех плюсов, которые я перечислял. Напилили дровишки, вот, то есть до этого летом пилили, и сейчас вот еще напилили. Тут всякие прям, и толстые, и в это. Сейчас я еще и помельче сделаю. Ну, вот я, пожалуйста, туда, не знаю, наверное, куб, дров точно будет. Вот, ну, это плюс. Значит, теперь минус участка, на котором уже что-то было построено. Вот я начал строить приемы после дома, хотел сделать пошире, наткнулся на фундамент старого дома. Ну, тут эти, как это, времянка была, сарайки, короче. Вот, поэтому пришлось, как бы, сделать поуже. Вот тут это я все забетонирую. Ну, тоже вот такой момент, который ты, как бы, уже никуда не денешь. И здесь он, ну, вообще не нужен. Либо там, как-то заранее надо было проводить разведку почвы, чтобы, ну, наткнулся, ага, сразу всю постройку подальше чуть-чуть сделал. Ну, вот тоже такой, не очень хороший момент. Значит, вот мы в чистом поле. То есть теперь преимущество для тех, кто, ну, хочет или есть возможность на чистом поле. Значит, ровная там площадка плюс-минус. Берешь, ставишь забор. То есть ты не тратишь время на то, чтобы тебе что-то там нужно убрать, сломать, собрать, не знаю, убрать. Вот. И ты уже начинаешь, уже прям с нуля сразу берешь и строишь. Но, как бы, у тебя нету дополнительных там досок каких-то гнилых, там, дров, там, еще чего-то, столбушков, не знаю. Ну, тоже такой момент, вот. Ну, все это можно привезти, если ты делаешь с нуля. Если ты начинаешь стройку, в принципе, надо быть на это готовым. Привезти стройматериал там. И первое, с чего, ну, как люди советуют, у меня, конечно, не совсем было так, потому что у меня от старого участка был забор. Вот. Но первое, что советуют, это сделать забор. То есть, ну, там, как можно больше вокруг своего участка, где вот по плану, как можно больше закрыть, чтобы здесь что-то положить можно было, чтобы сюда скотина какая-то не зашла и так далее. Вот. Поэтому, все-таки, какой лучший участок, наверное, мне кажется, ну, наверное, по месту, да, придется выбрать. Если человек готов начать стройку заново и нету подходящего участка, ну, наверное, я бы, наверное, участвовал бы, наверное, ну, как мне кажется, начал бы с нуля бы, все бы чистенько было бы, не надо было бы там какой-то порядок наводить, там, еще что-то. Ну, и те, кто берет, например, участок уже у кого-то, например, там уже есть дом, например, вот, и там, например, надо сломать сарайку. Ну, тоже какие-то плюсы свои же есть. Вот. Поэтому задавайте вопросы. Вот. Я говорю, что люди уже спрашивают, какой лучший участок. То есть, тут однозначно не скажешь. Везде есть плюсы, везде свои минусы. Ну, а я, по возможности, отвечу, исходя из своего опыта жизни. Живем мы 7 лет в деревне. Вот уже есть какой-то опыт небольшой, чтобы поделиться с вами. Видите, видно? Значит, небольшая дружеская рекомендация. Я знаю, что стройка, ну, просто испытал это на себе. Дело весьма серьезное, тяжелое. И отнимает очень много времени, средств, сил и так далее. И для тех, кто переезжает, я что хочу сказать, не пытайтесь делать все сразу, прям, ну, капитально. Ну, как бы, наверное, это тяжело, это затратно. Времени там... Если есть возможность, конечно, можно делать сразу все. Ну, вот, например, воду я подвел вот таким способом. То есть, у меня пока нету колодца, колодец у родителей. Подвел я таким воздушно-капельным путем. Значит, это тоже, как бы, ну, метод такой уже весьма старинный. Вот, делают, чтобы он работал круглогодично. Вот у меня одна линия шланга везде. То есть, уклон, понятное дело. Одна идет в сарайку, одна в дом. Не совсем это эстетично. Я понимаю, что, ну, тут какие-то эти столбы-то, как в Древнем Риме, там у них воду так подавали. Там эти виадуки были такие. Вот, но, по крайней мере, даже в большой мороз, это очень надежный способ. Ты воду закачал, вода сама слилась. То есть, ты вручную не таскаешь. Там сходил, включил, где-то подсоединил шланг, все. То есть, это все равно проще, намного проще. Ну, а потом, когда там дойдут руки, так скажем, время, силы, средства и так далее, будет у нас свой колодец. И мы уже, естественно, прокопаем под землей, как это полагается, нормальную уже. Ну, тот же шланг, например, водяную линию, где она не будет замерзать, то есть поглубже. И уже никаких здесь вот каких-то столбушков, каких-то шлангов уже ничего этого не будет. Поэтому вот один из способов можете сделать так. И если сделать хорошо, он может несколько лет прослужить нормально. То есть, вопросом воды вы не будете заморачиваться, там, тратить времени, переживать силы какие-то. По первости, когда мы жили, я воду таскал во фляжках с соседнего колодца. Ну, вот это вот было, конечно, ну, такой испытательный срок, в общем. На самом деле, поддерживала себя, как бы, тем, что поддерживал то, что, ну, это все временно. Вот, и я к комфорту быстро привыкаю. Сейчас вот уже есть такая система, пошел, воду включил, воду домой набрал, там, все. Там неделю пользуешься, ну, или поменьше, там, в зависимости от расходов. То есть, и уже, как бы, не таскаешь по 30 минут эти фляжки, ведра, там, руки не рвешь. То есть, ну, все, всем терпение и силы. Так что, вот, делайте. Все. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok